Аигма Ванчикова Аигма Ванчикова В марте этого года на пленарном заседании первого дальневосточного форума волонтеров ДФО для СВО вы говорили, что в Забайкале волонтерское движение помощи СВО объединило свыше 100 тысяч человек. Изменилась ли эта цифра на сегодняшний день? На самом деле эта цифра растет с каждым днем, и поэтому мы не говорим об уменьшении, об увеличении, о большом охвате жителей практически по каждому району. Весной прошлого года был создан Забайкальский волонтерский корпус в регионе для поддержки бойцов СВО. Что уже удалось сделать? Работа волонтеров не имеет четкого графика, поэтому работа продолжается ежедневная, круглосуточная. Каждая из волонтерских отрядов выстраивает свою работу самостоятельно, поэтому в зависимости от собираемого, так скажем, гуманитарного груза или в зависимости от своей производственной сети, формируется груз, который направляется, в какое-то время направляются грузы и ночью, поэтому работа, еще раз скажу, круглосуточная, и наши волонтеры собираются в назначенных местах определенной, так скажем, локации по своей выстроенной уже логистике, где-то в каких-то местах происходит от груза, ну и поэтому такая постоянная круглосуточная работа. Волонтерская сеть затрагивает весь Забайкальский край, правильно я понимаю? Да, все районы. Все районы. В каждом районе созданы отряды. 102 отряда у нас было, это по состоянию как раз на проведение форума. На сегодняшний день это уже более 110 отрядов, поэтому, кстати, вовлекаются в процесс, что, так скажем, очень важно. Это подрастающее поколение, и формируются волонтерские отряды среди школьных коллективов, среди студенческих коллективов, и это очень отрадно. Вот за это время практически пять новых отрядов таких сформировалось. Очень интересно получается тот факт, что во время проведения летней оздоровительной кампании собираются такие волонтерские отряды. Ребята, которые находятся сейчас в каникулярном периоде, собираются и помогают нам плести сети, потому что сейчас это наиболее актуальная работа. Какие задачи сегодня стоят перед волонтерским корпусом, и как выстроена его работа? Задача остается прежняя. Прежде всего мы находимся в плотном тесном контакте с нашими ребятами, с нашими бойцами. Формируем те потребности, которые необходимы на сегодняшний день. Вы, как сами понимаете, потребности эти меняются ежедневно. Где-то в какой-то момент это сложная боевая техника, где-то в какой-то момент это средства, так скажем, бытовой направленности. На сегодняшний день имеется большой запрос на плетение маскировочных сетей. И эти сети разных размеров. К примеру, недавно у нас поступил запрос, заявочка, так скажем, на большое количество, практически 3 километра сетей. То есть мы понимаем, что это для укрытия такой большой техники. Поэтому, не задавая лишних вопросов, начинаем строить эту работу. Для этого, конечно же, нам нужен материал. Прежде всего, потому что весь производственный процесс, он уже организован, обустроен. Необходимы только материалы. И вот по решению губернатора с прошлого года мы закупаем в ежемесячном режиме такие сети, спанбанта, ткань называется. Режем ее. Волонтеры уже свою работу привыкли усовершенствовать. Поэтому под определенный период времени происходит и формирование каких-то необходимых подручных таких средств, которые облегчают эту работу. Ну, в данном случае, для того, чтобы нарезать спанбанта, вы представляете, это большой рулон ткани, который необходимо нарезать на, так скажем, более тонкие бобины. И эти бобины уже дальше нарезаем на ленточки. Дальше эти ленточки уже идут на подвязку самих сетей. Работа, в принципе, выстроена. Материалы по самой сетке, так скажем, закупаем где-то на общих принятых маркетплейсах, на платформах. А ткань уже заказываем конкретно у производителей. И что отрадно, производители идут к нам на такую вот хорошую, такую вот слаженную работу. Потому что знают, что в Забайкальский край это запросы, которые действительно необходимы. И в назначенный день, в назначенный час мы просто просим наших поставщиков, производителей, произвести нам необходимый объем этой ткани и отгрузить в назначенное время, назначенный час. Потому что к этому времени мы формируем и те отряды, которые способны нам решить эту задачу. Есть отряды, в которых действительно плетение маскировочных сетей является уже, так скажем, профильной работой. И поэтому на такие коллективы, на такие отряды в большей степени мы опираемся. И когда приходят запросы, например, на сети, конечно же, мы просим уже по заявочке, по количеству имеющихся рук отплести нам к такому-то времени. Есть, ну как вы понимаете, да, специализация труда, она происходит в любом рабочем коллективе. Поэтому наш Забайкальский волонтерский корпус, он уже имеет такую совершенно определенную, совершенно обоснованную специализацию труда. И в зависимости от времени года, от сезона, мы заливаем где-то свечи, вы знаете, да. Вот и на вашем, в эфире вашего телеканала зачастую проходит информация о волонтерском, Забайкальском волонтерском корпусе. Спасибо вам огромное об освещении этой работы, потому что это огромный коллектив. И, конечно же, как любой человек, всем достаточно приятно слышать информацию о том, что эта работа полезная, самое главное, нужная и востребованная нашими боевыми товарищами. Вот, к слову сказать, по отзыву и обратной связи, как модно сейчас говорить, да, она поступает действительно с полей. И ребята действительно говорят от души слова благодарности о том, что доставлены сети к какому-то определенному трудному моменту. И если сеть спасает хотя бы одного нашего забайкальца, для нас это очень важный факт. И мы всегда радуемся в своих, так скажем, социальных сетях о том, когда к нам приходят теплые приветы и благодарности от того, что мы отправили, наш груз получен, и он действительно приносит пользу и, самое главное, приближает победу. А как проходит координация запросов того, что нужно боится, и как это доходит до волонтеров? Есть ли какие-то координаторы? Координаторы есть у нас. И я вот касалась специализации производственной, а есть еще у нас специализация, так скажем, организационная. То есть поступает заявка, заявочки эти закидываются, так скажем, ко мне. Я ее переправляю в 29-ю армию. 29-я армия работает с этой заявкой по необходимости направления именно этой техники или каких-либо средств конкретному подразделению. И если мы уже в этот момент, ну, покуда это постоянный процесс, чтобы не было такого перекреста, что отгрузили вчера, заявочка поступила сегодня практически на тот же ассортимент. При этом мы понимаем, что другие подразделения еще не получали. Поэтому вот эту координацию, она проходит на моей площадке с помощью моих боевых товарищей, друзей, волонтеров и, соответственно, в плотном контакте с 29-й армией. Поэтому нет такого дубляжа, так скажем. Все грузы отправляются строго по необходимости, востребованности тех боевых действий, локация которых на сегодня наиболее требует такого нашего тылового внимания. Правильно ли я понимаю, что волонтеры, помимо вот этой физической работы, свечи, маскировочные сети, еще собирают гуманитарный груз, в том числе и с помощью населения? Да, это обязательный процесс. И он такой, скажем, краеугольный камень имеет, потому что востребованность помощи у населения, она достаточно высокая. И, как показал форум наш, дальневосточный волонтерский форум, идея того, что в этой работе участвует практически все население Забайкальского края, оно было широко поддержано и освещено даже среди самих волонтеров из других субъектов. Вот такой вот отклик мы получили, что именно Забайкальский корпус, именно волонтерский корпус, так скажем, гремит своей работой по всей России. Для нас это очень важно. И в этой работе участвует действительно все население Забайкальского края. И помощь, она приходит самое неожиданное. Если мы говорили о том, что участвуют в формировании гуманитарных грузов где-то спонсоры, так скажем, да, то на сегодняшний день я могу четко отметить слаженную работу всего населения и различных производственных предприятий, так скажем. То есть это уже не только организованные коллективы где-то формируют финансовую помощь и закупают, а это еще и производственные цеха и производственные организации, которые производят тот или иной вид продукции, при этом обязательная форма участия в такой большой, так скажем, благотворительной акции, да, формирование какой-то части производимой продукции и отправка их в зону проведения специальной военной операции. Этот факт есть. Продолжает ли действовать акция с теплом из Забайкалья, когда бойцам зимой, например, отправляли из Забайкалья замороженные бузы? И расскажите, пожалуйста, подробнее о ней. Да, эта акция, она совершенно уникальная для вообще территории Российской Федерации, потому что, ну понятно, что бузы это наш национальный продукт, это национальный продукт Забайкальского края, поэтому, как вы понимаете, формирование его легче происходит в холодное время года, поэтому в дни проведения Сагалгана, Сагалган это месяц, поэтому в тот период мы отправляем, вот формируем такие грузы. В основном формирование грузов происходит в Агинском Бурятском округе, к нему присоединяются и другие наши районы Забайкальского края. Вот последняя акция проходила тоже, вы знаете, вот на таком высоком уровне, не только организации, но самое главное сбора, то есть в сборе участвовало практически все население, отправляли. А самый главный факт я вам расскажу, знаете, вот сегодня уже июль месяц, да, буквально на прошлой неделе состоялась встреча волонтерского корпуса и жителей села Домна с героем Российской Федерации, гвардией подполковником Литвиновым. Он приехал в отпуск сейчас и встречался с нами вместе с волонтерами, с жителями села Домна, рассказывал о текущей политической ситуации, о той необходимой работе, которую проводят волонтеры. И рассказал совершенно такой добрый, наверное, так сказать, факт о том, что в какой-то момент, он летчик, да, в какой-то момент их отправили на выполнение какой-то задачи из пункта А в пункт Б, и проезжая по населенному пункту, их остановили, ну буквально на дороге. И, видимо, по номерам, я не могу точно сказать, спросили, вы откуда? Из Забайкальского края? И вот та бригада, которая ехала в машине, да, мы из Забайкальского края, откуда вы? Ну вот так вот, слово за слово. Для вас, говорит, посылка. И, значит, разворачиваются, и им передают вот такие две огромные бочки. Сказали, вы вот сейчас, она вся, мы уже ведь, когда пакуем гуманитарную помощь, вот раньше мы как бы заворачивали, упаковывали в картонный материал, там, в пенопласты, пленки и так далее. Сейчас у нас есть такой вид упаковки, как запенивание, ну то есть обычная монтажная пена, для того, чтобы это все не разбалтывалось, доезжало в более таком вот хорошем употребляемом виде, и вот такие запененные бочки им передали. Мы, говорит, с такой опаской, ну как бочки, да, как бы, ну взяли, говорит, эти бочки, приехали к себе в часть, открыли одну бочку. И так долго, говорит, раскрывали, там пока распаковали, пока эту пену отодрали, открыли, 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 открывают, а там, говорит, бузы. Мы, говорит, вообще, говорит, просто не поверили своим глазам, что это бузы. Открыли, говорит, с такой радостью, вся Россия угостилась естественным образом. Они улетели на задачу, прилетели ко времени уже, и им объявили, что вам надо в следующее направление-то ехать. Они начали дальше разбирать эту посылку, а там еще мясо, да мясо еще резаное, рубленое, там, ну вот, упакованное в разные виды. Им было очень приятно. И, говорит, мы когда дошли до второй бочки, ну, говорит, не поняли, что это такое, ну, как бы, времени нет, улетели. Прилетели, им сказали лететь через час на другую задачу. Времени, говорит, нет, а как бы перекусить-то надо. Добрались до второй бочки, открываем, а там, говорит, сухие наши супы, красный чекой готовит наш. Распаковали эти супы, говорит, заварили, такой, говорит, аромат был, говорит, ну, прямо, говорит, домом пахло. И на встрече наши земляки, прямо все так прослезили до глубины души. Было очень приятно. И ребята-то говорят, что это настолько приятно, вы, говорит, даже не понимаете, что вот такой вот маленький пакетик, говорит, супа сухого. А сметаны, говорит, не хватало домашней еще. Или, говорит, маленький пакетик супа сухого. Или, говорит, вот прямо мясо, говорит, наше, пузо наше. Это, говорит, настолько тепло. То есть, вот это вот наш привет забайкальский, оно поддерживает ребят в бою, вот в непродолжительном отдыхе. И навевает ребятам такое вот, знаете, тепло нашего Забайкаля, тепло наших земляков. Поэтому вот всякая огромная работа, которая происходит, возможно, сейчас не так это заметно, не так видно. Я думаю, что это все отчасти нашей такой вот специализации. И это все делается тихо, привычным образом. И когда это случается уже, привет оттуда, что спасибо огромное за вашу помощь. Я, кстати, хотела бы сказать еще вот ребятам, нашим школьникам, тоже слова благодарности от бойцов. Когда получают даже просто где-то в кармане какого-то изделия, вот костюмы шьем, да, носки там вяжем. Где-то в каких-то посылочках, наши обереги, они тоже имеют такое вот важное внимание наряду с детскими письмами. Вы говорили о супах, да, которые делают в Красном Чекое. О каких еще интересных идеях, которые разработали забайкальские добровольцы, вы можете рассказать? Ну, это ведь всегда идет от посыла бойцов. То есть, что бы им хотелось бы, чтобы облегчилась вот такая вот бытовая жизнь вдали от Родины, да. Поэтому различная специализация, вот вы говорите, супы. По супам же ведь пошли еще дальше. То есть, ассортимент, так скажем, меню увеличивается. То есть, в зависимости от времени года. Вот сейчас огород пошел, да. Соответственно, пошли разные овощи. Сушка происходит ежедневно. Девчонки, они работают прямо не покладая рук. Губернатор ему в прошлом году закупил и отправил сушильные аппараты. Поэтому этих аппаратов сейчас, ну, конечно, мы будем работать над тем, чтобы увеличить это количество, потому что и запросов больше. Вот, поэтому ассортимент самих, так скажем, продуктовых изделий увеличивается. Это и различные формы супов, заваривающаяся лапша, там, мясо сухое. Кстати, вот мясо сухое борсе, это национальное бурятское блюдо вообще-то. И оно вот сейчас приобретает такие обороты, что оно действительно необходимо, потому что вот когда в крошку оно превращается, волокна буквально сухие, закидывается чайная ложка в стакан, это получается полноценный питательный бульон. Ну, то есть, где-то наши национальные особенности, где-то наши забайкальские особенности. Орешки получили ребята недавно, тоже отписались, что, ну, удивительно, говорит, нам, конечно, особенно нет времени щелкать орехи. Но когда ты видишь орехи и отшелушенные, и в шишках, ну, это тепло, достаточно приятно. Благодарю вас за беседу. Спасибо большое. Я напомню о волонтерском движении в Забайкале. Мы говорили сегодня с заместителем губернатора Забайкале, координатором Забайкальского волонтерского корпуса Айгмой Иванчиковой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова